Четырехкратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Сергей Заславский нашел подход к учащимся брестских школ. Интересные беседы с известным человеком проходили оживленно и весело. Ребятам скучать не приходилось, не было нудных монологов, вместо них демонстрация физической силы и интерактивное общение. Сергей Заславский отмечает, что проводить время с учащимися одно удовольствие. Со школьниками интересно работать. Взрослые капризничают, школьники более конструктивные к работе и подвижные. Поэтому скажу, что прекрасный опыт и общение с учениками дает то, что они смотрят на меня и видят, что я делаю, как я это делаю, правильную технику показываю. Им говорю, где меня можно в соцсетях найти, для того, чтобы ознакомиться с моим спортивным, музыкальным творчеством. И они могут это все посмотреть и чему-то поучиться, то есть на моих видео и что-то взять себе в пользу. Встречу дополняло музыкальное сопровождение из авторских треков и демонстрация правильной техники отжиманий и упражнений с гирями. Сергей Заславский, несмотря на свою известность, оказался очень общительным и захватил все внимание присутствующих в зале не только за счет демонстрации силы, но и благодаря своей простоте и искренности. Для мастера спорта международного класса самое главное не рекорды, а популяризация здорового образа жизни, вовлечение людей в ряды физкультурников. Приятно работать с человеком, который является патриотом своей страны и шаг за шагом показывает, что нужно ставить цель и к ней идти до конца. Он добился хороших результатов в спорте, в музыке, в общественной жизни, но я думаю, что самые яркие победы еще, безусловно, впереди. В рамках открытого диалога поступают различные вопросы спортсмену. Их интересует вплоть от личных вопросов, это возраст, есть ли семья, спрашивают много о музыке. Помимо многочисленных ответов на вопросы, рассказывая о своей спортивной и музыкальной карьере, Сергей Заславский на протяжении всего мероприятия не давал учащимся заскучать. Он приглашал ребят на сцену, чтобы не только поближе познакомиться, но и посоревноваться. Мы акцентировали внимание, когда предложили эти шесть учреждений, на те учреждения, где или сформированы, или будут формироваться в будущем классы военно-патриотической направленности. В 26-й школе они есть, в 28-й школе они есть и работают по двум направлениям. 31-я школа – Брестский погранотряд и Институт пограничной службы. Первая школа – это классы, которые сотрудничают с таможней Брестской, юридические классы, мы можем их так назвать. 35-я школа – это военно-патриотические классы, которые сотрудничают с Академией МВД. На данный момент администрация средней школы номер 11 активно прорабатывает вопросы сотрудничества со Следственным комитетом Республики Беларусь.